Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 15-й том, вопрос 3018. «У старобрядцев прибыль идет через смешанные браки. А у вас община пополняется ли таким образом?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если член в общине более двух, то уже возможен подобный сход». «Я же беден и нищ Божий, поспеши ко мне. Ты помощь моя, избавитель мой». Солом, 69-й, 7-й стих. Выросла я в христианской старобрядческой семье. У меня шесть братьев, а я у них одна сестра. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех моих путях, чудная, ведя меня к свету вечности. Акафист, слава Богу, за все. Задача моих родителей, думаю, была такая. Первое. Вырастет людей, верующих во Христа, которые могли бы отличить добро от зла. Свет – Христос. Тьма – бесконечное мучение в Аде. Второе, конечно же, телесные заботы. Одеть, накормить. В школу надо было всех собрать. Мое детство прошло в Киргизе до шести лет. Там мы ходили в православную церковь. Не знали, был ли там старобрядческий храм. Мне еще не было семи лет, но я постоянно была на богослужениях, пела в хоре. Привязанность к богослужению осталась еще с детства. Не могла всю службу отстоять на одном месте, не сдвинувшись. В школу еще не ходила. Представляла себе, смотря на луч, проходивший через окно и смешанный с дымом кождение батюшки. Что это Господь на облаках? Вот-вот спустится. До школы приезжала в лагерь Потеряевку. Первые палатки, шалаши. Все последующие годы до восстановления деревни также приезжала в лагерь с братьями. Очень-очень много воспоминаний осталось об этом. Было много ребятишек, приезжавших со всех городов России. Как мы все дружили. Пели песни на костре, пекли картошку. Помню, дед Игнатий собрал всех ребятишек и стал говорить о последнем времени, о мучениях, о гонениях, которые будут на крестьян, и показал нам, что он нам приготовил. Было это такое небольшое подземное убежище. И вот мы все туда с большой осторожностью спустились в него. И как мы там молились, плакали, что все это будет с нами, и только бы сохранить веру во Христа. Проводились занятия по Библии, псалмы читали. С детства нас родители приучили к чинности в молитве. Утром перед школой все собирались на молитву, читали псалтирь, не в Ангелии, утренние молитвы. Книга-псалтирь была у каждого из нас. И не потому, что нам всем купили, а благодаря Игнатию Тихоновичу. Однажды с одним из приездов к нам он выдал нам книги, приплетенные им самим из чистых тетрадей, и стал настаивать, чтобы мы переписали в них псалтирь. Лично я из собственной лени переписывала почти два года. Сейчас читает моя дочь псалтирь каждое утро, по наследству досталась. Однажды я решила выдернуть листочки из этой книги. Наш мудрый дядя, конечно, быстро меня на чистую воду вывел, получила горячие за каждый вырванный листок. В юности, чтобы сдать экзамен, в первую очередь надеялась на Бога, так как умом и знаниями не блещу. Псалом 70, 5 стих. Ибо ты, надежда моя, Господи Божий, упование мое от юности моей. Вечерами мы собирались всей семьей на чтение житий святых. А когда были еще подростками, папа, имея дар чтения, когда он с интонацией выражением читал детскую Библию. Или что-то другое, настолько представляешь всю картину о читаемом, что долго еще в памяти оставляются эти библейские истории. Помню, приезжал к нам Игнатий Тихонович и собирали к нам людей и православных, и старобрядцев. Проводили беседы, занятия. Конечно, мы слушали, что-то запоминали. В нашем доме всегда было много людей. Можно сказать, постоянно. Все хотели прийти послушать Слово Божие, пообщаться друг с другом. Я помню, какие были люди. Они «горели» в кавычках в Боге. Всегда живые, радостные. Никакой дух бодрости и подъема. Мама всегда говорит. Наша семья ничем не лучше других, но заодно, благодарна Богу и детям, нет хамства, нет грубости родителям. Хотят они принимать наставления или нет. Последнее слово за родителями. О том, была ли у меня яркая встреча со Христом. Ма встреча со Христом шла плавно по жизни. Мы росли с ней. Псалом 51, 11 стих. «Вечно буду славить Тебя за то, что Ты сделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими. Для меня Христос – это мой спаситель, надежда, путь. Разве можно представить себе другую жизнь? Я счастлива, что родилась в христианской семье. В детстве были и сомнения, унижения, оскорбления, так как мы, верующие, октябрятами, пионерами, никто не были». Псалом 41, 11 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Но с перестройкой стали меняться взгляды людей. Мой дядя Игнатий Тихонович не раз проповедовал в нашей школе. Собирали два-три класса в одно место, и шла проповедь. «Все в школе знали, что я из верующей семьи, Потому на нас смотрели во всем по-другому». 1 Петра, 4 глава, 4 стих. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними В том же распутстве и злословят вас? По своей лености не углубляюсь в Слово Божие. Это мой грех. Почему не было яркой встречи? Этот вопрос, наверное, задали бы сейчас Святой Софии и ее дочерям. Они с детства питались этим молоком. Они это приняли в себя еще в младенчестве. Я сама сейчас мать, имею двух дочерей, Которых учу призывать Бога ежечасно, Всегда в разговорной молитве с Богом. Стараюсь вложить страх Божий. Господь многомилостивый и долготерпеливый, Но он строго взыскивающий. Какой путь я не изберу через семь-десять лет? Как я пришла в общину? И это произошло только по одному поводу. Я вышла замуж за человека, который был уже в общине. Не знаю, надо ли об этом писать, Но порой советы родителей кажутся неподходящими. Но страх ослушаться был. Почтение родителям. Послушание. Замуж мне почти восемь лет. В 1998 году венчание. Бог послал мне мужа разумного, Самостоятельного, Что встретить в наше время редкость. Это качество найдешь далеко не в каждом. Идеально браков нет, И это понять надо сразу, Еще до Исаия Ликуй. Находясь в общине восемь лет, Можно сказать, Что до конца к чему-то, Кому-то не привыкла. Батюшка наш, отец Аким, Игнатий Тихонович, Мои родные дяди. Римлянам 13, глава 7 стих. Итак, Отдавайте всякому должное, Кому подать, Подать. Кому оброк, Оброк. Кому страх, Страх. Кому честь, Честь. В чем особенность общины? Устав церкви, Чтение священного писания, На понятном всем русском языке. Нет хождения по храму, Продажи в храме. Зато есть хождение на проповедь к людям. На таких проповедях, Какие говорит Игнатий Тихонович, Многие также спят, Как у старообрядцев. Все каноны, Церковный устав не нарушаются. На молитве тишина, Спокойствие души. Очень много насыщенных проповедей, Говорит нам глупым и бестолковым Игнатий Тихонович. Всегда уютно. Чужих людей нас почти не бывает, Поэтому становится еще спокойнее. Из всех зарубежных церквей Это только одна, Соблюдающая каноны И церковный устав. Люди приходят в общину, Крестятся полным погружением, И также уходят, Может быть, Не найдя, чего искали. Может быть, По самохотению. Очень благодарны Игнатию Тихоновичу За его книги. Богатый духовный опыт, Мудрость. Он оставит нам Такой нещерпаемый Источник ответов, Знаний, Советов. Дай Бог ему здоровья, Внушебного спасения. Римлянам 14 глава 12 стих. И так, Каждый из нас За себя даст отчет Богу. Евреям 13 глава 7 стих. Поминайте наставников ваших, Которые проповедовали Слово Божие. Лично я боюсь объединения, Так как столько сил, Времени было потрачено На создание общины, Ее уставов, Правил, И что и как будет лучше. Но одно понятно, Можно потерять и людей, И нашу семейную тишину. Я буду молиться Об этом в предстоящем деле. И верю в мудрость И жизненный духовный опыт Нашего батюшки И староста общины. На протяжении всей их жизни Я вижу их дела, Плоды, И что Господь не оставляет их, Помогая и вразумляя. Бауэр Устинова Мария Владимировна 45, 27, 11 Бытие 24 глава 58-60 стихи И призвали Ревеку и сказали ей, Пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, Пойду. И благословили Ревеку И сказали ей, Сестра наша Дородятся от тебя Тысячи тысяч И довладеет Потомство твое Жилищами Врагов твоих. Стихотворение Нет больше радости, Чем слышать самому, Что дети ходят В истине Христовой, Сунами не слезнуло Ни самому, Бойцы отменные В строю предъеговы. И незачем варягов приглашать, Над нами изгаляться, Криво править. Немало против истины грешат Все те, Кто завалился Не на право. А дети, Деточки, Кровинушки мои, То в мать, То на отца Отъявлено похоже. О них интернет, Общественные СМИ. Уже с утра На интервью В прихожей. Мой первый сын Смиренным наречен. И верным Библии Второго называют. И не скажите ты, Мол, Ни при чем. Его фундамент Забивал я свай. Желание К тому же не одно Исполнится без меры Духом Божиим. От бед Не устраниться, Не залечь на дно, Чтоб не рыдать, Что жизнь Напрасно прожил. Труды по воспитанию С пеленок. Над каждым Детищем Корпел И надрывался. Тренировал, Начитывал на пленке, Чтоб выплыть Против ветра Умным глазом. И на поверку вышло, Что не зря. Не досыпал, Не доедал Всечасно. Теперь мы, капитал, Всемирно зрят. И пятятся Прославленные Ассы. Я говорю о книгах, Об открытом оке. Пусть выйдет Брустверу Заядлый Дуэлянт. Ту встречу Зафиксируем Потомкам. Пусть и они На подвиг Тот глядят. А посмотреть им есть, Чтоб вывод сделать, Как дети Непостыжны В воротах. Рака прокинут, Лак завернут белый. Теперь и рта Не приоткроет Против. 2006 год. Игнатий Лапкин.